Фомя на тихий час Посмотрите, как он спит Как можно так спать? Пузиком кверху Тиняш, зайка, хорош Ой, так хочет спать, что даже не больной, где его там мама глядит, да? И ляпки трогает И все можно Ой, какой котик сонный Обычно до лапок не дотронешься А тут смотрите, насколько он сонный Только хвостиком виляет Селнышко Всем доброе утро Сегодня я опять готовлю сырники Дишу отправила в магазин за творогом Он взял вот такой, но говорит, что не было Полужирного, это Фуллфат, полностью жирный Не знаю, никогда я из него не готовила Надеюсь, будет так же вкусно И сегодня, что я буду делать по-другому Я буду запекать в духовке сырники Вот, так что это будет без масла Мне кажется, будет более полезно Конечно же, лучше заменить муку на манку Но у меня нету Попробую в следующий раз Пока я уже приготовила противень И сейчас это все смешаю Выложу на противень и поставлю в духовку Так что надеюсь, что получится очень вкусно Получилось уже больше, чем я планировала 12 штучек И я уже разогрела духовку на 120 градусов И буду их туда вставить Вот такие сырнички получились Не скажу, что очень румяные Немножко прилипли они у меня Я не смазала ничем противень Расскажите мне, запекаете ли вы в духовке или нет Какой у вас секретик Вот, я их еще где-то минут 20 не пропеклись Я их достала, перевернула И вот такие вот немножко румяненькие они получились И сейчас со сметанкой и с вареньком Мы будем это все кушать Всем привет! Я сегодня пришла в Зару померить пару вещей Сегодня раньше пришла с работы Сделала процедуру для лица И сейчас левет дождь на улице Мне не до зонтика, поэтому зашла сюда походить Вот так вот я с ними выгляжу Они немножко другие станички Очень полюбилась мне этот джемперочек Ношу совсем чем можно И опять эти вот ботиночки Ужасный, конечно, свет здесь В Заре Покажу вам, что я взяла Вот такой вот пиджачок в стиле Шенель Не знаю, оставлю ли я эти пуговички Либо их выпарю и что-нибудь другое Они, в принципе, серебряные Так что, ну, мне нравится, да? Ну, немножко такой Мамский стиль для меня Ну, в принципе, выглядит красиво И платье Оно в год, хотя все должны быть золотом, мне кажется Ну, посмотрим Она очень красиво смотрится По мере И жду еще юбку Увидела у Лены 864 Такую леопардовую С пайетками Вот, жду Мне сейчас принесут Потому что в магазине не нашла У них где-то заныкано Так что Покажусь вам Смотрите, как сверкает это платье Естественно, его нужно носить без бюстгальтера Ну, может, какой-то бешлейк Здесь такой вырез И вот эти штучки Не знаю, если честно Как они завязываются Я не видела на веб-сайте Может, сбоку Потому что так они точно не могут болтаться Потому что тогда очень, видите, свободно Как ночнушка Хотя, если кому-то хочется Может, и так оставить Ну, естественно, каблуки Но посмотрите, как оно красиво переливается Мне прям очень нравится Что вы думаете? Посмотрела на веб-сайте Они завязывают посерединке Конечно, модели не выбрали ли этого платья ужасную Я вставлю в бортинку Вообще на ней не смотрятся Так что Я думаю Здесь можно затянуть Что мне очень нравится Чтобы подчеркнуть талию Ну, естественно Когда будешь на каблуках Это смотрится по-другому, да? Что вы думаете? Ну, и пиджачок Зары Очень мягенький Очень классный Но Вы видите, у меня рукава Немножко коротковатый И Груди маловато Но Эл Я не хочу брать Это М-размер Кстати, платье тоже М Наверное, нет Мне очень нравятся такие Но мне кажется Они мне не очень идут Я вообще мечтаю Биджаке с балмейн Такие, значит, с плечами Потому что пока ты И плечи мне не идут Вниз меня как-то тянет очень Так что, наверное, нет Вот об этой юбке идет речь Я думаю, все вы помните Фото Лены в инстаграме Конечно же, лучше смотрится, когда На каблуках Вот она где-то Видите, намного ниже колена Но Во-первых, плохо смотрится серая Здесь нужно черная Во-вторых, как видите Она мне очень большая Здесь в талии Это размер М Я пыталась влезть в С Потому что я одевала через низ Не знаю, Лена Если ты смотришь мое видео Скажи, как ты одевала эту юбку Через верх и через них Через низ я в С не влезла Решила пойти через верх В итоге застряла И не смогла ее одеть Видите, здесь некрасиво очень эти Складочки какие-то непонятные Да, естественно, смотрится это лучше С черным каким-то топом Ну и черная обувь На каблуках смотрится намного лучше Потому что так я похожа на какую-то бабулю Если честно, на фотке Лены Тоже ее оставлю Смотрится намного лучше, чем на мне Либо у меня ножки такие толстые Какие-то, как у бабули Но юбочка, в принципе, прикольная Только вот видите Здесь некрасиво это все морщится И мне не нравится А еще, пока я ее одевала Я обцарапала себе весь зад Потому что эти пайетки очень острые И невозможно не дотронуться им до тела Здесь внутри такая мягкая Очень приятный материал Но вот это Это что-то ужасное У меня весь зад болит и чешется Потому что я его поцарапала Ну что, в итоге я ничего не взяла Поняла в очередной раз Что Зара не для меня Мне кажется, я переросла уже Не знаю И просто мне как бы Сейчас же вы думаете, что покупаете или нет Я в последнее время ничего не нахожу Абсолютно Посмотрите на этот обиженный взгляд Он целый день был один дома И ждал меня А я пришла и работаю А он мне не дает Пришел Лег на клавиатуру И говорит Глядьте меня Глядьте меня, да Уже все игрушки мне притащил свои Что-то так Недовольно хвостом виляет Ты Ты, мой зайка Не дает маме работать дома, да Молодец Молодец, мой хороший Но мне нужно отчет послать хозяину Кто мой кока-куля Кто мой маленький Супервайзер Ты меня контролируешь, да Ты мой зайка Кто мой хорошенький Кто такой пусистый Кто такой подушечка Укусай меня Здесь мои сладки Хочу вам быстренько показать Что я тут приобрела недавно Я, как вы уже, наверное, знаете Была на процедуре для лица Опять фейшел Со своей девушкой Которая работает на маске На продукции Ивлом Клинзер я уже купила в прошлый раз Пару месяцев назад И в этот раз у меня закончилась маска Я купила маску У нее можно покупать продукты С 10% скидкой Вот поэтому Эта маска 100 мл стоила 50 фунтов 55 стоит в магазине Вот Очень мне она нравится Хватило мне ее очень надолго Я ее использую Стараюсь использовать Раз в неделю Раз в две недели Иногда вместе с Дишей Использую Вот он, кстати, сегодня тоже Идет на процедуру Я его записала первый раз К Дануте Посмотрим, что она скажет Надеюсь, ему понравится И он тоже будет К ней ходить Так И Да, у нас открылся какой-то Новый магазин По-моему, шведский Эмма И я мимо проходила Там очень много всяких Вкусняшек Канцелярии И также там были украшения И я не знаю Я не ношу сережки Но вот эти я влюбилась И они были, кстати, последние Такие же были В цвете розового золота Вот Это не серебро Это просто бижутерия И стоило всего лишь 2 фунта Поэтому 2 евро Так что это было Фунт 80 По-моему, даже Вот Очень прикольные Мне очень нравятся Мне кажется, очень аккуратненькие И вот здесь Дишин шел Он ушел на другую работу Вот И Там ему выдали униформу И выдали рубашки Такие, знаете Которые нужно закрывать Запонками Вот У нас никогда не было Поэтому Нужно было пойти купить Мы зашли вот в такой вот магазин Charles Stur Там обычно Мы покупаем ему Рубашки Галстуки Вот Там, в общем, такой мужской магазин Много всего Костюмы И мы увидели Вот такие вот запонки Надеюсь, вам будет хорошо видно И я просто в них влюбилась Вы только посмотрите Это как будто Такой мраморный камень Да Я показала, что вот эти Выглядят очень-очень аккуратно Посмотрите Вот И они серебряные Небольшие Не знаю, как они выглядят В рубашке Потом я прошу Дишу сфоткать Потому что он Униформу оставляет на работе Там у меня химчистка есть Вот Так что Мне кажется Выглядит очень-очень круто И Также Ему нужно было Держатель Галстук А клипса Как это называется Мы зашли в другой магазин Мосброс И там вот такой вот набор нашли И как раз мы еще успели На черную пятницу Поэтому было 20% Скидка на все Вот Вот этот мне очень нравится И он тоже берет Мне кажется Красиво смотрится Такой серебряный Такой серебряный Такой темно-металлический Как будто даже черный Вот И Сколько За это мы все Заплатили Вот Мосброс Эти держатели Они стоили 20% Со скидкой Было 16 фунтов Мне кажется Очень хорошая цена За 3 штучки И вот Этот Чарльз Стоит 31.96 Уже со скидкой Вот Довольно-таки Pricey Да Стоило 31.95 До этого Но мне кажется Они того стоят Они очень-очень красивые Не знаю серебряные Или они Или нет Я не смотрела Но мне они очень-очень нравятся Еще из новинок У меня появился Вот такой вот крем От Adweron Я думаю Если вы смотрите мои видео Вы видели уже Что у меня мелькала Умывалка от них И Масло Для умывания Да Но мне не очень понравились Эти продукты Не знаю Не знаю Буду ли я к ним возвращаться Пока дала коллегам Попробовать на работе Вот Сейчас я взяла Вот такой вот крем В общем У них есть Пятиступенчатая система AVST Кремов Для лица увлажняющих Вот Они все Вообще Фишка Environ Там Витамин А Значит Ретинол Вот И В 3-4-5-5-й Ступени У них Также Включены Пептиды И Всякие Там В общем Полезности И я вычитала В инструкции Что номер 3-4-5 В которых содержатся Пептиды Нельзя использовать Беременем Женщинам Вот Не знаю почему Из-за пептидов Лето Но у меня номер 1 Потому что нужно Набирать Ну Начинать с первой ступени И Перед тем как перейти на вторую Нужно использовать Где-то 2 тюбика Номер 1 Чтобы кожа привыкла К витамину А Если вы пользуетесь Летом Обязательно Нужна СПФ Защита Поэтому И летом И не начинала И так же Так как я хожу К своей девушке Которая работает На Ивлом Косметике Вот Она знает Что мы на работе Работаем с Это довольно-таки Дорогая косметика Но Так как я могу Покупать по себе Стоимость Это хорошая Возможность Попробовать И она сказала Что моя кожа Готова уже Она в хорошем состоянии И этот крем Мне поможет Немножко выгладить Кожу Вот Именно из-за Ретинола Витамина А Потому что у меня Есть постакни Шрамики И она сказала Со временем У меня это Разгладится Если буду пользоваться Именно этой маркой Вот Так что я начну Попробую Сейчас вот Нанесла На вечер Как раз после чистки Поры чистые Он должен помогать Балансировать кожу И также Избавлять от Черных точек В общем Предотвращать их появление Ну посмотрим Пахнет он странно Какими-то травками Вот Мне понадобилось Две помпы на все лицо Еще поговорю завтра С девочкой Которая работает на этой марке Чтобы она проанализировала Мою кожу еще раз Вот Ну Не знаю Потом расскажу Как-нибудь Если интересно Расскажите Знаете ли вы про эту марку Есть ли она в России Я не уверена Вот В Англии Она довольно-таки популярная Я не знаю Чем занимается Fabian Фабиан Ты что там делаешь? Ты клад копаешь Или что? Идет Хочет на внимание Мой ребенок Так Я думаю Вы уже видите На заднем фоне Продукты Мак Это не были покупки Черной пятницы Потому что на черную пятницу Были 20% скидки У меня Так как В общем Профессиональный визажист У меня 35% Скидка Вот Поэтому я как-то Не знаю Решила купить Купила вновь Вот такую вот пудру Мак Mineralize Skin Finish Natural В оттенке Medium у меня Тоже Если вы мне смотрите Вы могли знать Что у меня уже была Такая пудра Но я же криворучка Я ее разбила Вот Но она мне очень нравилась У них такая вот Новая упаковка С зеркальцем Очень легко открывается Здесь на магните Вот Вот так вот Называется Очень мне она нравится И для работы И для себя Так что да Буду вновь ей пользоваться И вот такая вот Новинка От Мак Я взяла себе Две помады Это новая линейка Помад Которая называется Powder Kiss Lipstick И посмотрите Какие у них Классные упаковочки Они в таком Матовом оформлении Красивом Я взяла в двух оттенках Один такой красивый Красный Lasting Passion Сейчас вам покажу И второй Вот такой Burning Love Который мне очень нравится Я хочу скорее его попробовать Пахнут они так же Но текстура Как видите У них такая Как будто бы Матовая Да Даже видите Сама помада Немножко матовая Вот очень красивая Вот такой оттеночек Думаю завтра Я его нанесу И покажу вам Обязательно И свочи Пока я не сфоткала Помады Я не буду делать Свочи Вот и вторая Вот такая вот Яркая Красная Красивая Даже морковка Морковная Немножко Надеюсь что она Мне подойдет Если нет То оставлю Для работы Но да Боже Они так вкусно пахнут Обожаю помады Мак Вот так что Да Расскажите Есть ли у вас Помады Мак Какой у вас Любимый оттенок Потому что у них Там их миллион Не знаю Очень много И мне всегда Интересно Что-нибудь новое И как раз Сейчас такая пора Пара красных помад Длинных Оттенков Это очень-очень здорово И еще что Хотела вам показать Вот такая вот Покупка у нас была Ну довольно-таки Давно мы купили Здесь 240 пакетиков Видите Написано Bridgings Number One Tea Brand Так как вы знаете Что англичане Пьют очень много чая Вот Я не знаю Продолжение в других странах Такие упаковки В общем Это пакетики чая PG Самый такой популярный В Англии Вот Видите Сколько мы уже выпили Обычно Вот этой заварки Если мы утром пьем чая Хватает на две кружки Потому что он очень крепкий Как видите Англичане любят разные Крепости чая Да Некоторые я знаю Наливают в стакан Молоко И туда Окунают пакетик Да Это называется Milk Tea Я не знаю Я пью обычно вот такой Да Немножко совсем Молока Нет Вот такой Наверное Коза стир Такой черный Чай я не пью Конечно Поэтому мы делим пакетик На две кружки Либо когда я пью Дома одна Я себе сразу две кружки Заварю Потому что я люблю Пить чай Я водохлеб Я сразу выпиваю две Вот поэтому появляются Иногда ненужные вопросы Кто у нас был И почему две кружки В раковине Это я Диша пью Две кружки Сразу Вот Очень вкусный чай Мне нравится Я также люблю Элгрей Но это вот такой Знаете Обычный Ежедневный чай Вместо кофе Кофе я редко пью Иногда на работе Но в основном Пью чай У нас Диша сегодня Свидание Потому что я его не видела Два дня Он очень поздно заканчивает И вот он приехал Ко мне на работу Мы здесь рядом Патисери Зашли на завтрак Взяли чай Я взяла Экс рояль Конечно не без авокад Но немножко странно Надеюсь вкусно И Диша взял English breakfast Он сегодня у нас Ходил на фейшл На процедуру для лица К моей К моему мастеру Диша тебе понравилось? Я стесняюсь Я не буду делать Он стесняется Посмотрите Какое у него Красивое лицо Она мне сказала Что я хорошо За мужем ухаживаю Мы иногда Делаем масочки Клинзер Вот так что Ну в общем Он стесняется Но ему понравилось Пойдешь еще? Пойдет Пойдет Видите? Все Так что всем Хорошего аппетита Я сейчас перекушу И побегу Обратно на работу Всем привет Сегодня у нас суббота Это значит Что завтра Должен быть влог Не знаю Войдет ли это Войдет Или уже вошел В предыдущий В общем У меня сегодня выходной Но я вот сейчас Иду на работу Чтобы привести Свои волосы в порядок Потому что Наш салон Пара стилистов Делегировали На мероприятие Золотой единорог Если вы знаете Сейчас он Не проходит Неделя русского Золотой единорог Вот И так же будет Красные сердца Не знаю В общем Наталья Водянова Да Вот этот ее фонд Помощи детям Тоже Будет там Наталья Водянова Кириленко Старшинбаум Будет даже Козловский В общем Я не знаю Я буду делать макияж И два сервиста Они будут делать Прикчески Укладки Не знаю Кого я буду красить Но у меня коленки трясутся Если это будет Наталья Водянова Я просто умру Со страха Так что Оставайтесь со мной Не уверена Что у меня получится Снимать Но обязательно Постараюсь сделать Много-много фотографий Мы уже пришли в отель Здесь очень красиво Все украшено Музычка такая играет Нино вон сидит Мы с чемоданами Мы немножко опоздали И может быть Нас не примут Знаете Русские бывают Очень пафосные Ждем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы спустились вниз Здесь Привечерний Панкет У нас тут Черная икра Что вы пьете? Сок Много людей кушают Мы уже видели Козловского Поэтому мы Очень рады Много-много еды Коша женщина Кушает икру И запивает шампанским Наши лондонские будни Все звезды уже собираются В вальном зале Здесь будет обед Ужин И там есть сцена Наверное будет живая музыка Очень-очень-очень Много звезд Но нам туда нельзя И здесь будет также Проходить Charity Event Натальи Водяновой Какие-то там сердца Красные сердца Не знаю Как их называются Продолжение следует... 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 Продолжение следует...